Плохое настроение? Бей в барабаны! Психологи нашли новый способ борьбы с хандрой. Марина на эти целебные ритмы подсела ещё три года назад. Придёт, отбарабанит час и домой буквально улетает. Звук – это вибрация. И вибрация, она воздействует каким-то образом, видимо, ещё и на мозг. То есть минут через десять, какого-то даже немножко монотонного боя, ты ощущаешь прилив настроения, сил. Удивительное качество. Тот же эффект от танцев. Результаты только положительные. Понижается температура, тают лишние килограммы. Эффект заметен с первых по. Ты ни о чём не думаешь. Когда ты не думаешь, ты отключаешь логику. Ты начинаешь танцевать. Для этого не обязательно попадать в такт. Главное – не стоять на месте. Когда человек занимается танцами, оживляется его тело. А тело, оно напрямую связано с нашими эмоциями. Поэтому оживление тела одновременно оживляет и эмоциональную жизнь. Самый лёгкий способ борьбы с хандрой – наполнить жизнь яркими красками. С чего начать? С гардероба. Для этого достаточно взглянуть на осенний лист. И выбрать там яркие жёлтые, красные и зелёные оттенки, которые помогут не только поднять настроение, но и придадут бодрости и сил. Даже маленькая доза полезного цвета даёт положительный эффект. Достаточно надеть яркие перчатки или шарф. А ещё грусть, печаль, тоску можно заесть. Чем? Фруктами и овощами. Их тоже нужно выбирать по цвету. В ярких плодах содержится бета-каротин. Это предшественник витамина А. А витамин А очень важен для нашего здоровья и в том числе для нашего настроения. Осенью каждый третий человек просыпается в плохом настроении. А ведь всё, что нужно – просто подойти к зеркалу и поулыбаться себе пару минут. Говорят, помогает. Кристина Спирина, Денис Малинин, Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова